Добрый вечер! Вы смотрите Телемикс Новости в студии Ольга Муравьева. Сегодня в эфире. Более выгодный вид топлива. Газовая сеть расплетается по слободе. Нелегала закладчика задержали полицейские. По строгости закона будет отвечать предприимчивый мигрант. Отложили ружья в сторону. Охотники Уссурийска приступили к посеву зерновых. Сбиты мотоциклисты, два автомобиля в кулете. Итоги недели на дорогах округа. Июнь не порадует солнцем. Дождливую погоду прогнозируют синоптики до конца месяца. 70 лет на страже ядерного равновесия. Юбилей отметила войсковая часть. Готовь трубы летом. Слободу затягивает газовая сеть. А хозяева домов все чаще освобождают себя от необходимости топить печки. Мы пообщались с Виктором Дроздом, который уже испробовал новый способ обогрева в холодное время года. Как говорится, в дом пришла цивилизация. Виктор Дрозд перешел на теплую сторону силы. С февраля хозяин дома в переулке Деповском пользуется газом. Проводили трубы тепловые сети. Дом большой, но и размер компенсации сумел перекрыть. Расходы практически полностью. Государство предусматривает поддержку до 381 тысячи рублей. Я обратился в организацию, господи. Они сказали, все, я как к социальным льготникам отношусь. Они говорят, мы работаем, все, пожалуйста, сделаем. Заключили договор. Бригада пришла, сделает. Все. Быстро все сделали? Качественно? Ну, в ноябре. В ноябре мы заключили договор. В январе они нам сделали. Бригада очень хорошо работала. Вообще они молодцы. Ну, вот сама котельная. Виктор не из тех хозяев, что заказал весь комплекс. Отопление, горячая вода и плита. Только обогрев. Не захотел так много проводить коммуникаций. Говорит, что такой объем услуги его вполне устраивает. Главное, чтобы тепло было. И он такой не один. Уссуриск у нас передовик вообще, в принципе, по газификации. Здесь переведено уже 11 муниципальных котельных на газ. Промышленные котельные переводятся. И, конечно же, в первые идут по газификации, что даст возможность газифицировать более 2000 домовладений. В этом году к счастливчикам примкнет воздвиженка. 186 домов получат свой кран у забора. Еще 900 дворов на Слободе заведут в газовую сеть. Те, кто уже перезимовал по-новому, сомнений в правильности решения не имеют. Заявки можно подавать через МФЦ или офисы «Газпром распределения». И узнать, входите ли вы в многочисленный список льготников, чтобы компенсировать затраты. А тепловые сети в считанные недели проведут газ до дома и установят все оборудование. Ирина Мигунова, Игорь Антонов, Роман Адонин, Телемикс. Преступника иностранца поймали сотрудники полиции. Мужчина занимался сбытом наркотиков. Для этой цели делал закладки. При задержании оказал сопротивление и попытался скрыться. Теперь злоумышленнику грозит длительный срок заключения. Подробности в сюжете. Этому мужчине, похоже, придется пересмотреть свои планы на жизнь на много лет вперед. Стражи порядка задержали закладчика наркотиков прямо на месте преступления. Правонарушитель оказал сопротивление и попытался скрыться на автомобиле Toyota Prius, но не справился с управлением. Автомашина съехала с проезжей части в кювет. Водитель попытался скрыться в лесу, но был задержан полицейскими. Экспертиза установила, что вещество, которое стражи порядка нашли на местах закладок, является героином. В отношении задержанного возбуждены 6 уголовных дел по статье «Приготовление к сбыту наркотических средств в значительном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Злоумышленника заключили под стражу. Расследование продолжается. Зерна сои, ячменя и даже пайзы уссурийской сажают на полях охотугодий. Охотники начали посевную сразу после того, как высохли таежные дороги. Рокот техники на пашнях не смолкает до наступления сумерек. Подробности о том, как создаются благоприятные условия обитания для лесных зверей, в сюжете Евгения Михайлова. Под рог от трактора еще одна лесная поляна превращается в пашню. Охотники уссурийского округа вышли на посевную. Работы в угодьях начинаются сразу после того, как высохнут таежные дороги. Перед вспашкой участки проходят предварительную подготовку. В том году у нас был сильный тайфун, который поразмывал поля. Поэтому пришлось восстановить, расчищать поля. Вспахали. Сейчас провели вторую обработку и после этого сеем. Сев в этом году будет щедрый. Емкости наполняются соей, ячменем, овсом. Свой вклад в дело про корма таежного зверя внесли уссурийские специалисты Института агробиотехнологий. Ученые предоставили охотникам перспективную культуру. Называется пайза уссурийская. Кормовая культура, которая растет очень хорошо и дает там 3-4 укосов за лето. Поэтому вот у нас с ними вместе эксперимент. Сеют охотники, как когда-то в старину, руками. Единым строем идут по полю, будто атакующие капелевцы из фильма «Чапаев». Вместе со взрослыми на свежей пашне трудится и начинающий специалист по лесной биотехнии. Расскажи, что ты здесь сегодня делал? Помогал папе. А чем именно помогал? Скидывал для животной еду. Мне нравится ухаживать за животными. И мне нравится, как папа им помогает. Природа, свежий воздух, прям красота. Приучать ребенка к труду никогда не поздно. Труд наших охотников заразителен. Мне ничего не остается другого, как присоединиться и последовать их к примеру, а заодно с пользой провести свой выходной день. Вот так. Взял и пошел. По словам охотников, молодые всходы появятся через неделю-другую. Ранние посадки уже радуют глаз свежей зеленью. А здесь озимые злаки для таежных гурманов, которые сеяли прошлой осенью. Вблизи полей есть свежие отпечатки копыт. Видно, что лесные обитатели работы контролируют и готовятся собирать урожай. Евгений Михайлов, Телемикс. 33 аварии за одну неделю произошло на дорогах нашего округа. Помощь врачей потребовалась пятерым пострадавшим. В сводке происшествий несколько мотоциклистов. Все подробности прямо сейчас. Пятеро человек задержаны пьяными за рулем еще в нескольких случаях. После столкновений водители покидали места ДТП, что чаще всего свидетельствовало о состоянии алкогольного опьянения зачинщика аварии и попытке избежать ответственности. Мотоциклист угодил под колеса на Новонекольском шоссе в районе 11 дома. Мужчина на Приусе выезжал с прилегающей территории и, по правилам, должен был пропустить всех участников движения по главной. Но проигнорировал закон и сбил мотоцикл Ямаха. С места аварии госпитализирован водитель мото, у которого закрытый перелом ноги. Автомобиль в Кювете практически в самом центре Уссурийска. Мужчина на Филдере двигался со стороны Ленина к Волочаевской и выехал на главную дорогу, не убедившись в безопасности маневра, и со всей силы ударился с Хондой Фит. После столкновения зачинщик аварии слетел в Кювет. Пострадала пассажирка во втором автомобиле. Диагноз – сотрясение мозга, ушибы головы. Несовершеннолетний пешеход угодил под колеса мотоцикла. Столкновение произошло при загадочных обстоятельствах в Каймановке. 16-летняя девушка шла по обочине, потом был удар, в результате которого пострадавшая получила множественные ушибы. Виновник аварии поспешил скрыться с места происшествия. Его разыскивает полиция и просит очевидцев о помощи. Двое травмированных в аварии на Ленина. Водитель Мерседеса двигался в сторону улицы Комсомольской и выехал на запрещающий красный на перекрестке Пушкина-Ленина. На приличной скорости буквально снес Теиду, обе машины разбросало по перекрестку. Во втором автомобиле помощь медиков потребовалась водителю и пассажирке с множественными травмами, пострадавшие доставлены в больницу. Поздние приключения с одним неизвестным в воздвиженке. Водитель Тойоты Аква в темное время суток нарушил скоростной режим. Не справился с управлением и столкнулся с Тойотой Дюна. Следом зацепил ленд-крузер Прада. И, внимание, поспешил ретироваться, оставив три покореженные машины на месте. По счастливой случайности в этом ДТП обошлось без человеческих травм. А вот у транспорта значительные потери. Лихача разыскивают. Серьезное ДТП на гострассе Хабаровск-Владивосток. Водитель огромного эвакуатора, очевидно, не справился с управлением и угодил в стоящий полуприцеп, груженный зерном. Машины двигались в попутном направлении, и второй совершил экстренную остановку для ремонта. В больницу с переломами доставлен зачинщик аварии. Буквально на следующий день подобное столкновение на гострассе только невнимательностью отметился водитель маленького автомобиля. В целом стандартная неделя для Уссуриска. Стражи порядка на дорогах напоминают про летние каникулы и про детей и пешеходов, которых стало больше в разы. Впереди короткий рекламный блог. Оставайтесь с нами. Сразу после вы увидите. 33 аварии и пятеро травмированных человек. Среди пострадавших мотоциклист и ребенок-пешеход. Неутешительные прогнозы на погоду. Дождливым весь июнь обещают синоптики. Юбилей войсковой части. 70 лет отметили те, кто стоит на страже ядерного равновесия страны. Это вечерний выпуск программы Телемикс Новости. Идем дальше. Жительницу Приморья подозревают в киберпреступлении. Полицейские задержали девушку, которая работала оператором сотовой связи. И пользовалась доступом к персональным данным для регистрации и продажи сим-карт. Без участия граждан. Ранее стражи порядка пресекли деятельность троих жителей края. Злоумышленники получили неправомерным путем доступ к порталу госуслуг. Подробности в сюжете. Порой совершать незаконные деяния злоумышленники могут прямо на работе. Что и произошло в случае с жительницей Приморья. Полицейские задержали девушку по подозрению в киберпреступлении. Установлено, что жительница Владивостока, являясь сотрудницей компании сотовой связи, воспользовалась базами данных мобильного оператора и получила неправомерный доступ к защищенной законам компьютерной информации. А также осуществила вход в программу, обеспечивающую доступ к персональным данным граждан. Чем и воспользовалась для регистрации сим-карт и их продажи без участия граждан. Борьба с преступлениями в интернете регулярно ведется правоохранителями. Ранее полицейские задержали троих приморцев. Свои навыки программистов мужчины предпочли применять в криминальных схемах. С помощью специального оборудования злоумышленники совершали противоправные действия в отношении граждан Российской Федерации. А именно, неправомерно получали доступ к личным кабинетам жителей разных регионов России на портале государственных и муниципальных услуг. В отношении подозреваемых в обоих случаях возбуждены уголовные дела по 272-й статье. Покушение на неправомерный доступ к компьютерной информации. Расследование продолжается. Пасмурная и дождливая погода установится до выходных в округе. Солнечных дней синоптики не прогнозируют до конца месяца. Во вторник осадки будут идти небольшие и с перерывами. Такая обстановка сохранится и в последующие дни до выходных. Температура воздуха в целом стабильна. Около 21 градуса тепла днем и до плюс 15 ночью. Атмосферное давление немного ниже нормы. Влажность воздуха, наоборот, достигнет максимальных значений. Ветер в течение недели в основном южный, умеренный. Сильных ливней, по данным метеорологов, не ожидаются, как, впрочем, и яркого солнца. 70 лет на страже ядерного равновесия. Юбилей отметила одна из войсковых частей Уссурийска. Так называемая зональная лаборатория спецконтроля. На торжественной встрече были ветераны и юнормейцы. Поздравить военнослужащих прибыли также представители власти округа. Свой 70-й день рождения отметили физики-ядерщики. Именно эти специалисты отдают долг родине и напрямую несут ответственность за нуклеарное равновесие в мире. И служат в одной из войсковых частей Уссурийска. В торжественной обстановке здесь отметили наградами военнослужащих. Сегодня мы празднуем 70 лет годовщины со дня образования нашей доблестной воинской части. В протяжении всех 70 лет наша часть выполняла свои обязанности на должном уровне по поддержанию всех племещих договоров между странами. В эту знаменательную дату на плацу не только военнослужащие. Поздравить всех причастных прибыли также дети. Как будущая замена в строй стали юнормейцы. Конечно, в числе приглашенных и ветераны части. Лаборатории спецконтроля, которые также выразили слова благодарности и поздравления с юбилеем. С приветствием с трибуны выступил заместитель председателя Думы округа Андрей Подоплелов. Ваш труд требует хорошей физической подготовки, глубоких знаний, крепости духа и мужества. Вы ответственности несете службу, выполняя средистские задачи, обеспечивая безопасность жителей нашей страны. Желаю вам энергии, крепкого здоровья, душевного тепла и хорошего настроения. Спасибо. Отметим, что датой образования лаборатории службы спецконтроля считается 7 июня 1954 года, а создана была на основе центрального отряда ОСНАС. Местом дислокации выбрали Уссуриск. Спустя 9 лет при этой войсковой части начали оборудовать группы геофизического наблюдения и радиотехнического обнаружения. Сегодня входит в разветвленную сеть пунктов наблюдения службы спецконтроля Министерства обороны России. Здесь не только отслеживают ядерные взрывы, но и мониторят сейсмическую и радиационную обстановку на планете. Виктория Калинина, Марина Роман, Николай Ларионов, Телемикс. Совершеннолетние выступили на сцене молодежного центра «Горизонт». Так Федерация современной хореографии «Адреналина ради танцуем» назвала свой отчетный концерт, которым подытожили не только год работы, но и 18 лет своей жизни. Подробности далее. Ярко, мощно, экспрессивно. Таким номером открыли концерт «Несовершеннолетние». И это не просто громкое название. Федерация современной хореографии «Адреналина ради танцуем» отмечает 18 лет со дня основания. В городе, да и за его пределами, коллектив знают как арты. И ежегодно зрителю они дарят итог сезона. На этот раз совпало два события. В целом концерт будет выстроен как дивертисмент. Каждый номер от группы – танцевальный, возрастной. Ну и все это сложится в интересную, веселую концовку. 18 номеров, нам же 18 лет, все логично. Задействовано 100 человек, все танцоры студии. Не шутка сотню танцоров организовать в один большой концерт. На суд зрителей выйдут и, так сказать, бывалая, самая старшая группа. Про них шутят, что это те самые неугомонные натуры, которым скучно после работы дома отдыхать. В артах танцуют те, кому за 50. И совсем еще кнопки, которые делают первые шаги на сцене. И те, кому коллектив подарил очень многое. 12 лет я занимаюсь разной хореографией с малых лет. То есть было уличное направление, современное. Танцевали воп как-то. Мне здесь очень нравится. Я смогла прокачать ответственность. Здесь это самое важное. Вот костюмы как раз-таки, это же все ответственность. И также качество общения с людьми, с обществом, в принципе. Меня научили этому здесь. Современная хореография – течение, в котором нет обязательных движений и поз. Здесь важно раскрыть индивидуальность каждой личности на сцене. Когда стартовали, начинали с классического современного танца. Но были кризисы, шутят руководители. Поход в школу, подростковость, взросление. И постепенно выработался свой собственный стиль. Основное направление у нас – contemporary dance. Все у нас составы его изучают, базу, естественно. Детки потом мы добавляем эстраду, взрослые у нас и экспериментал танцуют. И что там возможно из дэнс-хола, хаоса. Но лично я даю хопчик. Люблю его, поэтому мы немножко добавляем стиль, чтобы у нас деточки были универсальными. На сцене всегда фьюжн с элементами улицы и классики. Включение своего внутреннего видения и умение его воплотить каждым танцорам. В общем, творческий процесс, который, безусловно, дарует каждому члену коллектива огромную порцию адреналина. А вырваться из его плена – ох, как непросто. За 10 секунд до выхода прилив адреналина. И когда я выхожу, я выдыхаю. И просто дело. Сотрудничаю с данным коллективом со второго года работы в театре. Это было лет 8 назад. Что меня тянет на сцену, не знаю, что тянет, что ты тянет. Этим концертом руководители ставят точку в учебном сезоне. Впереди каникулы, море, жара и рождение новых идей, которые, безусловно, воплотят в танцы, но уже в следующем сезоне. Ольга Муравьева, Ларион Николаев, Телемикс. Это все новости к этому часу. Напомню, еще больше информации ищите в наших социальных сетях. Этим вечером в студии работала Ольга Муравьева. До скорого.